Привет! Сегодня попробую пояснить за ноты. Сам для себя откладывал тему довольно далеко, потому что очень непонятно, очень странно и вообще, когда видишь вот это, кроме как с отвращением смотреть тяжело. Но сегодня расскажу и покажу, как находить эти самые ноты на грифе, как читать эти самые ноты, что готовить на гарнир к сегодняшнему ужину. Поехали! Кстати, народ, сделал тут телеграм-канальчик, чтобы мы с вами были на контакте, и я всегда мог рассказать анонсы о новых роликах, поэтому переходите либо по QR-коду, либо по ссылке в описании. Итак, начнем сначала. Любая запись музыки всегда начинается с ключа. Есть 4 ключа. Скрипичный, басовый, альтовый и теноровый. Нам нужен скрипичный, потому что я разбираю гитару, и как раз-таки скрипичный ключ используется для записи гитары. А у меня канал, если что, про гитару. Мы можем отличить нужный для нас ключ. А что дальше? Читать ноты не так сложно, как вы думаете. Они расположены либо на полосках, либо между ними. А если нота выше или ниже всех остальных, то просто фигачим дополнительную палку и ставим ее туда. Также между нотами есть расстояние. У некоторых в тон, у некоторых в полтона. Так что если сыграть, например, ноту соль на полтона выше, то получится соль диез или же ля бемоль. Но важно помнить, что у некоторых нот нет диеза, так как расстояние между ними в тон. Например, ми и фа. Так же как у си и до. На грифе гитары находить ноты очень просто. Достаточно выучить последовательность до, ре, ми, фа, соль, оси. И от каждой открытой струны идем дальше по струнам, держа в голове, что один лад это расстояние в полтона. Но важно помнить, что у некоторых нот нет диеза. Сначала, конечно, будет очень медленно, но навык со временем развьется. Да и вы, в принципе, запомните расположение нот, поэтому удачи. Так, читать ноты мы научились, но есть еще пара важных деталей. Абсолютно все музыкальные произведения имеют свой размер и темп. Размер это вот эта штука, которая показывает, сколько ритмических единиц можно засунуть в один такт. Размер, кстати, может меняться в течение композиции, но в этот омут лезть пока рановато. Если размер условно 4 четверти, то туда не запихнуть более 4 четвертных нот. Что-что? Кто такие четвертные? Ах, точно, у нот же есть длительности. Целая, половинная, восьмая, шестнадцатая и тридцать вторая. Вообще, существуют еще триоли, это когда три ноты по длительности равны двум. Квинтоли и секстоли также. Есть еще ноты с точками, но сюда тоже пока рановато. Немного поговорим про темп композиций. Темп, то бишь BPM, то бишь количество ударов в минуту. Если ты прямо сейчас включишь свой любимый трек и начнешь настукивать под него ногой, то ты как раз и будешь отбивать эти четвертные ноты. Так, а дальше что? А у меня сценарий закончился. Вот и все. Все, что нужно знать на начальных этапах, я вам объяснил. Но если вдруг этого мало, или я чего-то недосказал, или где-то был неправ, пишите в комментариях. Также пишите, если вам нужен такой же ролик по тапам, хотя их читать вроде имеют все, но вдруг... Подписывайтесь на телеграм. Всем пока! Совсем забыл упомянуть гитарные приемы. Такие как легато, стаката, палмьют, бенды, вибрато, слайд, то бишь глиссанта. Но это все относится непосредственно к табам. Если хотите видос, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!